Слава тебе Отдаю жизнь твою Лишь тебе одному Я принадлежу Я спохну тебя Отдаю жизнь твою Лишь тебе одному Я принадлежу Иисус, 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 Иисус Слава тебе Слава тебе Отдаю жизнь твою Иисус, 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 Иисус Слава тебе Слава тебе Иисус, 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 Иисус Слава тебе Слава Тебе, Господи, Господи, Господи. Господи, 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 Господи Теребщая церковь скажут, аминь Богу! Слава Иисусу Господу! Пастор, вам слово, вам с нетерпением, у вас с кафедрой покал, то есть, ну, благодать на благодать это называется, то есть, ну, как бы... То, что имеем, имеем, хорошо. Вам микрофон нужен или как? Не, наверное. Так, меня же слышите? Да. Хорошо. Да, оно у меня. Да, слава Богу. Да, дорогие друзья, всех вас приветствую и благоставляю именем Иисуса Христа. Аминь. Привет Новосибирску и всем тульским святым. Слава Богу. Благоставляю всех вас. И, конечно, вот я взял с собой камеру, чтобы те, кто не смогли быть, чтобы посмотрели все это, потому что писали мне и тульские, некоторые христиане тоже хотели побывать, но вот не получилось. И вот я и сам опоздал даже. И давайте мы встанем вначале. Встанем и исповедуем символ веры. Я очень люблю совершать вот эти такие священные действия в церквях вместе, когда мы собираемся, христиане, совместное причастие и евхаристию, либо преномление и исповедание веры совместно. Давайте скажем вместе. Я верую во единого Бога Отца, всемогущего, дворца неба и земли, всего видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, единородного, от Отца Рожденного прежде всякого времени. Как свет происходит от Света. Бога истинного от Бога истинного. Рожденного, а не сотворенного. Единородного. Единородного. Единородного Отцу, через Которого все сотворено. Нас ради людей и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Деговории и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии и Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день, как было предсказано в Писании, и вознесшегося на небеса, и сидящего на почетном месте у Отца Своего, и вновь грядущего во славе Своей, чтобы судить живых и мертвых. И Его Царству нет и не будет конца. И в Духа Святого, Господа истинного, животворящего, от Отца пришедшего, с Отцом и Сыном, мы Ему равно поклоняемся и прославляем Его. И Он говорил нам через пророков, воединую, святую, соборную и апостольскую церковь, исповедуя не на крещение, востопление грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь! Аминь! Аплодисменты отсутствуют и святого Бога нашего. Аминь! Пожалуйста, представьтесь, возлюбленные, братья, сестры, слава Богу! Слава Иисусу Христу! Да, и просьба телефонная, отключите, пожалуйста, кто не успел отключить. Мне понравилось в Израиле, я был в родном городе Иисуса, где Он прожил почти всю свою жизнь земную на Завете. И там проповедовал местной синагоги мессианской, еврейской. И рабин, он с Хайфа сам приезжает, начал служение с молитвы. Говорил, давайте достанем телефон и помолимся мобильной. Я думал, мало ли, может здесь такая безрумная связь, такая с небесами прямая. Я тоже достал телефон. Он говорит, благословен Бог наш, давшим мобильную связь. И помелевшую ее отключать, говори на служение. И все нажали. И отключили. Вот так, так что, господа, братья и сестры. Я бывал уже в разных церквях тульских. И проводил здесь в пресвитарянских церквях и в писательской церкви евангельские чтения. И я рад сам тому, что в Туле, здесь в этом городе, Господь поднимает очень разные динаминации, разные церкви христианские. И я молюсь о том, чтобы здесь, в Туле, Господь еще больше и больше, на самом деле, поднял и служителей, поднял и церкви христианские. Разные конфессии, разные динаминации. Для того, чтобы мы делали одну божью святую работу. Спасали грешников. Чтобы мы разрушали дела дьявола. Чтобы мы несли Евангелие Иисуса Христа. Слава Богу. Как православный обновленческий священнослужитель, я вообще-то считаюсь украинским епископом. Хотя проживаю в России. Я гражданин России. Но по своему статусу я являюсь украинским священнослужителем. И моя церковь в Киеве. И я думаю, что эту запись тоже посмотрят наши братья и сестры с удовольствием. Я стараюсь теперь технически вооружен так. И стараюсь на разных служениях записывать все подряд. И потому, как многие наши даже священники, они просто просили. Пожалуйста, вы записывайте, чтобы мы могли посмотреть. Чтобы мы были как бы в курсе. Ну, одно дело со слов или где-то еще записи, где делались, где не делались. А другое дело посмотреть живьем. Вот он. Слава Богу. Так что я вот буквально завтра уже еду в Украину. И только лишь после Пасхи буду здесь, снова в Туле. И знаете, друзья, там в Украине у нас будет большое служение. И предпасхальные служения, и пасхальные служения. И семинары, и в Одессе, и в Николаеве. То есть, и рукоположение новых священников в нашей епархии растет понемногу. Пока еще очень скромные епархии. Значит, 11 церквей, 23 священнослужителя. Но сейчас в этом году планируется рост уже, ну, по всей вероятности уже как минимум в два раза растет церковь сейчас. Потому что рукоположение новых священнослужителей, те, которые обучались, те, которые готовились к служению. Теперь уже в этом году, после Пасхи, или перед Пасхой, некоторые уже выйдут на самостоятельные служения, как православные реформаторы. Слава Богу. И в этом году еще, если кто-то может, мало ли, решится в Украину приехать, как говорится, добро пожаловать. В августе месяце, на праздник Преображения Господня, это будет в августе, 19 августа, на праздник Преображения у нас будет собор. Это как бы конференция, проще говоря. Большая конференция. Собор, это собрание, будем так сказать, собрание священнослужителей, и не только священнослужителей, вообще всех, как бы, значит, прихожан, членов церкви, церквей. В основном, конечно, с Украины, но и из других стран бывшего безбожного Советского Союза и других стран мира даже. Потому что у нас в епархии, в нашей архипископии, украинской реформаторской православной церкви, церкви есть приходы, общины, не только в Украине, но и Россия, Белоруссия, Грузия, Молдова, Приднестровье, да, наверное, пока все. А также Румыния и некоторые другие страны, Италия сейчас и США. И это, в США, это харизматическая православная церковь. Она так называется официально харизматик Ордоговщерч. Это епископ Марк Керси, это православный белый американец, крещенный Духом Святым. И в основном это выходцы с американцев греческого происхождения, индо-сирийского происхождения, африканского происхождения. Это копты те же самые, которых патриарх на днях умер, предали погребанию сегодня. И те же самые с Судана, с Эфиопии братья, очень интересные, очень благословенные братья. Я проповедовал эти церкви не раз уже в США и в Европе. И вот как бы наша епархия распространяется сейчас, и я являюсь священнослужителем именно в Украине. Ну а в России, я нахожусь почти, ну больше половины времени, в России как учитель в библейских школах, вот и до Новосибирска доезжал, и не раз уже в Новосибирске бывал. И знаете, в других городах, ну по всему, по всей России фактически, в России огромные просторы, конечно. Вот, а территориально, вот здесь в Туле, Тула, Пузница, оружие, да, испокон веков здесь, с Петровских еще времен там ковало здесь оружие, такое плоское физическое оружие, да, значит. Но Господь дает откровение, понимание очень многим служителям здесь в Туле, и не только в Туле, что Бог собирается здесь готовить оружие духовное, ковать духовное оружие и служителей для именно большой духовной брани такой, слава Богу, это очень важно. Пока, к сожалению, очень мало верующих в Туле, ну, факт приходится констатировать, очень немного христиан здесь, ну, номинально, в принципе, больше половины города это христиане, но практически, фактически, де-факто, да, де-юры, больше полгорода христиане, но де-факто, конечно, чего грех отойти, это очень ничтожный процент пока. Но глазами веры, как сегодня мы молили за стульчики, глазами веры мы учимся видеть невидимое, как бы, да, осуществлять ожидаемое, и верим в это невидимое. Молимся, потому как, знаете ли, еще лет 30 назад, допустим, даже и вот это количество верующих, которые сейчас есть в Туле, казалось фантастикой просто-напросто. Когда-то вот для христиан, которые были 30 лет назад здесь в Туле, мне это рассказывали старые верующие. Вот, значит, Святой Троицы, там еще другие собрания, их рассказывали старые христиане. Слава Богу. Так что, господа, время особое, мы же там уникальнейшее время, время реформации. Конечно, у всех проповедников своя тема какая-то определенная есть, да, какая-то любимая тема у меня и свои любимые темы, конечно, у проповедника. Я очень люблю проповедовать и по книгам Ветхого и Нового Завета, люблю свидетельствовать. Но моя главная тема, которая, ну, как бы объединяет все мои темы, мы как проповедника, как учителя, это тема реформации церкви. Реформация правоославной церкви и, конечно же, всего христианства. Потому что я не отделяю правоославную церковь от всего, будем так говорить, мирового христианства. Потому как даже вот это общение наше, да, общение, братское общение должно показывать, что на самом-то деле Господь у нас один. Это Иисус Христос. И цель у нас одна. Это Царство Небесное. Уже было сказано здесь, да, в молитве. Царство Небесное. Царство Бога. И задача у нас одна. Один мой друг, пастор церкви, он в Киеве пасторствует, он офицер, он генерал даже уже, значит, запаса, генерал-лейтенант запаса. И человек, проживший очень непростую жизнь из семьи христиан, но из отступников, из коммунистов, безбожников, потом покаявшийся. Очень непростой путь был Богу у него, очень простой, лишенный званий в советское время за покаяние свое. И только лишь уже в наше время ему пересматривали дела военных, подвергшиеся репрессиям, унижениям, как виха христиане. И его, уволенного без, по сути, без ничего, хотя он был на генеральской должности, но полковник, уволенный без, по сути, погон, без хорошей пенсии, на какой-то минимальной пенсии. Президент униженный, оскорбленный. Его вызвали однажды в администрацию президента страны. Представитель президента извинялся перед некоторыми людьми пострадавшими, вручал компенсации, грамоты определенные, документы официальные, что они, ну как бы все репрессии по отношению к ним признаны недействительными, что правительство извиняется, государство извиняется украинское перед ними. И ему вручили генеральские погоны. Оказалось, что за все эти годы, какие были положены, ему генерал-лейтенантские погоны вручили. И вручили, также от президента, тогда был Ющенко, как раз стал президентом, вручили специальный сертификат, что ему получилась огромнейшая сумма за все эти годы, генеральская пенсия, какая была у него сворована, начиная вот с позднего советского времени, до наших дней. И также его дали участок, земли большой, возле Киева, там где, знаете, прокуроры, генералы, все адмиралы, там, значит, как бы элита вся. И этот человек, он взял, как христианин, эту землю просто отдал для церкви. И эти деньги, большую сумму денег, он сделал первый взнос в строительство. Теперь это церковь Филадельфия, на окраине Киева, вот, потрясающее очень свидетельство Геннадия Макаровича Владуева. И я у него бывал часто, и бываю, и мы даже, в принципе, и конференции свои проводим, и семинары, и встречи, и богослужения часто там проводим. И, знаете, у него в церкви, наверное, добрая половина прихожан, и члены церкви, это военные, либо отставные, либо действующие военные, их семьи, там, с генштаба даже, значит, офицеры старшие, значит, то есть, очень разные солдаты, офицеры. И знаете ли, что интересно, вот Бог дал слово однажды, что я в них проповедовал на большом празднике, очень было, было много людей в погонах, сам пастор был в генеральском мундире, как бы славпазме, как положено, настоящий генерал. Даже, значит, неверующие, которые пришли, они там стояли смирно на служении, как бы, значит, ну, не каждый раз в церкви видят проповедника генерала, знаете ли. Вот, и рядом сидел второй генерал, тоже из бывших, там, репрессированных, значит, в советское время, значит, тоже, кому вернули генеральское, значит, достоинство, значит, его, государство почтило тоже его, значит, как, подвергшись репрессиям, он покаялся у баптистов, а Геннадий Макаровичу 50-ти покаялся тогда, в советское время еще, и, значит, будучи оба полковниками, значит, что интересно, и вот, и, да, пожалуйста, проходите, пожалуйста, присаживайтесь, пожалуйста, проходите. Вот, и знаете, что интересно, вот Бог дал слово тогда интересное такое для этих людей, а там в основном были люди в погонах, я сказал, что, вот, как вот разные родовольства, я вижу даже по вашим этим погонам, по, значит, знакам отличия, да, что с разных родовольств, там и военно-воздушная сила, да, и пограничные войска, там были очень разные, пехота, внутренние войска, значит, и офицеры сидели, и жены, и знаете, что интересно, что, говорю, вот так же в Царстве Божьем есть очень разные подразделения, да, и в армии Христа, есть один генералиссимус, Иисус Христос, есть один враг, дьявол, Сатан, и есть его легионы бесов, и у нас, скажу, одна битва, одно сражение, да, мы порой в разных окопах сидим, разное оружие применяем, да, мы порой действуем через альфа-курсы, там, массовые евангелизации, личное свидетельство, очень разные стратегии церквей, да, очень разные понимания порой, но каждый покаявшийся грешник, каждый исцеленный больной, каждый освобожденный от бесов человек, это еще одна, пять земли, отвоеванную у Царства Диабола, у Царства Тьмы, в Царство Света Перешедшее, сражение нешуточное, сражение великое, великая борьба, как вот Эллен Уайт, есть книга такая, да, потрясающе, мне очень понравилось, великая борьба, вот действительно, великое сражение, великая битва происходит сейчас, а, как Достоевский говорил, о поле битвы, это что? Это сердце человеческое, место сражения, это само сердце человека, и Бог, и дьявол, свет и тьма, и вот как тогда, много столетий назад, еще до нашей эры, как мы говорим, да, когда Бог спасал свой народ из Египта, выводил измученных нас свободу, Он дал спасителя, кого? Моисея, который был спасителем для своего поколения, который стал, на самом деле, прообразом Мессии, даже Он сказал в духе следующее, однажды, в завершение своего служения, что пророка, как меня, возенит Господь, его слушайте, говоря уже об Иисусе, Христе, Машехе, но который стал спасителем для всех поколений людей, если Моисей был, как бы, прообразом Христа, спасителем Мессии, как бы, для своего поколения, и в те времена, всякий, кто верил Бога и верил Моисею, как посланнику, как пророку Бога, он был спасен, он переходил из царства тьмы в царство света, и те евреи, и даже некоторые неевреи, которые уверовали в Бога, Аврама, Исаака, Якова, они были спасены, кто не уверовал, будь то еврей или нееврей, они погибали, погибали в Египте, кстати, исход, некоторые говорят христиане, это праздник евреев, ни в коем разе, не все евреи послушались, есть старое еврейское предание, что были те евреи, которые не услышали Моисея, которые не послушались Моисея, это было легендой, но в 20 веке археологи подтвердили эту древнюю легенду, нашли исторические достоверные подтверждения археологи, что действительно не все евреи, следы присутствия евреев было еще и после Великого Исхода, так что мы имеем подтверждение сегодня истории, но были и те неевреи, что уверовали в Бога, Аврама, Исаака, Якова, мы читаем в Библии, что когда, допустим, было сказано, что будет град, что все, кто выйдут на поле, будут побиты, они погибнут, и были те еврея, которые послушались Моисея, они не сделали этого, и они были спасены, их исход был спасен, и они вышли потом вместе с Моисеем, вместе с евреями, вышли из царства тьмы, из царства фараона, слава Богу, а фараон про образ дьявола, и, господа, скажу, что у нас великий исход совершается, сегодня, если вот в Туле, в области, наверняка в области, наверняка в Туле сегодня кто-то покаялся, кто-то обратился к Богу, может впервые обратился к Богу, или обратился сегодня ночью, мы не знаем, Бог приходит, знаете, порой очень непредсказуемо в жизнь людей, кого-то во сне Бог находит, кого-то наяву находит, кого-то через свидетельство, кого-то страхом, кого-то, не знаю, по-всякому Бог, знаете ли, в Украине есть хорошая поговорка такая, я, которая Бога, так до Бога, вот, гром не глянет на Руси и говорят, да, мужик не перекрестится, порой гром гремит в сердце человека, порой гром гремит в его семье, порой гром гремит еще где-то в обществе, и человек, он до Бога уже, обращается к Богу, и, знаете, и вот сегодняшние покаявшиеся души, это еще участники великого исхода, великий выход совершается, но как тогда, так и сейчас, не все, кто стартовали, они дадут до финиша, в то время, очень страшная статистика есть такая, знаете, очень много вышло евреев, было больше полмиллиона, 600 тысяч мужчин призывного возраста, это те евреи и не евреи, что вышли из Египта, 600 тысяч человек, представьте себе, призывного возраста, мужчин, которые готовы к войне, из этих 600 тысяч человек, только лишь два человека вошли в Ханаан, Иисус Навин и Халев, все остальные полегли костями в пустыне, мы не знаем, какая была статистика у женщин, может быть, было больше все-таки женщин, участниц выхода, которые дошли до конца, которые вошли в Ханаан, об этом мы не знаем, но о мужчинах знаем, и до сих пор в память об этой трагедии, как считают большинство раввинов традиционных, пятый бокал на пасхальном еврейском седере, он не пьется, он наливается, но он не пьется, тост не поднимается, в знак скорби, печали, многие раввины говорят, потому что очень печальная статистика великого исхода, на старте было 600 тысяч мужчин, представьте себе, как хорошо, и многие из них были героями, казалось бы, да, на финише, финишную черту, только лишь два пересекло человека, третий, сам Моисей, он не пересек ленточку, да, он стоял на горе, он глазами увидел, он был на финишной уже, все, он видел финишную черту, он увидел все, конец этого исхода, но он сам не пересек, казалось бы, но на самом деле он пересек, Бог, мы знаем из Библии о нем потрясающее свидетельство, он сам, наверное, не подозревал, что Бог приготовил для него нечто более лучшее даже, оказывается, он тоже в числе был, по сути, пересекших на черту. Спустя много столетий, мы его снова встречаем, где? На горе преображения. Иисус Христос, Мессия, встречался Илья и Моисей, два человека с ним беседовали, это не были покойники, знаете ли, это не было сеанс спиритизма, там, духи в умершие пришли, нет, это были люди живые, ну, в нашем понимании мертвые, но вообще-то и не совсем мертвые, это те, которые не вкусили разложение смерти в нашем понимании, да, Моисей, он перешел в другое измерение, как Илья, вот, каким-то удивительным образом, минуя того, что мы называем смертью, на тебе, как обычно, да, душа уходит, тело без духа написано, что мертво, да, мы все видели похороны и не раз, вот я как раз смотрел трансляцию похороны патриарха, значит, Копского, значит, вот все, лежит, он немного странновато там обычай, мы видим, да, значит, тех, кто смотрели, я смотрел англоязычный канал, и, значит, там, значит, он сидел, значит, одетый во все эти облачения, и показана была церемония прощания, народ стенает и плачет, значит, там масса людей, там сообщается, что полиция, там, усиленная мера безопасности были, все, вот, значит, похороны, но, хотя его нарядили во все его регалии, да, хотя его посадили на трон его, на котором он там при жизни сидел, да, ну, как бы, как последние его, как бы, акты, ну, на заседание, что ли, на троне, что ли, епископ, потом патриарх, папы, Африки всей, значит, с ним прощались, но это пустышка лишь, это лишь оболочка, душа ушла, дух ушел, и все, тело без духа мертво, я сам хоронил тысячи людей в своей жизни, вот, тысячи людей хоронил, как священник еще традиционной православной церкви, особенно, я часто участвовал в похоронах, я же был, ну, допустим, простым сельским батюшком в то время, вот, и служил на приходе, и это было не в обновленческой, не реформаторской, а самая обыкновенная русская православная церковь, в восходство приорхата, служил неподалеку отсюда, кстати, неподалеку от Тулы, начинал свое служение в Орловской епархии, в Орловской области, потом в Московской области, это с 88-го года было, с 91-го года, по 96-й год, служил священником в Рязани, неподалеку отсюда, потом в Рязанской области был настоятельным приходом, и в Брянской области, то есть, вот, как бы, здесь, вот, ну, не в самой Туле, только проездным бывал так, в принципе, когда на Орел, на Рязань ехал, на Москву, через Тулу все время. Ну, так вот, господа, я о чем хочу сказать, что, еще раз, что тело без духа мертво, значит, и Моисей, он и Илья, они не увидели вот этого состояния, да, они, мы не видим, как, в Библии не написано, как он, Моисей, перешел в другое измерение, но мы видим, как Илья перешел, это было шикарно, были свидетели, люди это все увидели, значит, ученик увидел, как бы, колесницу огненную, как вихрь, да, она взяла просто его, забрала, все. И Иисус Христос беседовал с Моисеем и с Ильей, Моисей был там, слава Богу. И вот, из Исхода, из Ветхого Завета, хочу прочесть несколько строк. Шестой главы, книги Исхода, тем более, в преддверии, как раз, времени Пасхи, праздник Песа, праздник Пасхи, в этом году, значит, я читаю Исход, шестая глава, шестого стиха, и дальше. Шестая глава, шестого стиха. Значит, в преддверии Исхода, скажу Пасхи, что совершается в Пасхах Пасха в одно время, 14-го Ниссана, по лунному календарю, по солнечному календарю, это все время бывает в разные дни. Но в этом году это соответствует 7-му апреля, 7-й апреля. Значит, 6-го апреля вечером начинается время празднования Пасхи. И продолжается всю неделю праздник Мацы, или праздника Пресноков, как в Библии об этом говорится. Это не только для евреев, это и для неевреев, для всех спасенных. По православному календарю, немного позже, обычно все время Пасха совершается позже, да, в этом году 15-го апреля будет. Значит, по библейскому календарю, 7-го числа начинается Пасха. Так вот, и написано здесь следующее, 6-я глава, 6-го стиха. Итак, скажи сынам Израилевам, я Господь, и выведу вас из-под иго египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под иго египетского. И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исхаку и Якову, и дам вам ее в наследие. Я Господь. Аминь. Вот это слово, знаете, вот по этому, вот как раз по этим стихам, прочтенным 6-й главы, да, исхода, совершается с незапамятных времен, со времен самого Моисея, в общем-то, до наших дней совершается пасхальный еврейский обед, ужин. Пасхальный седр, то, что мы называем часто христиане тайной вечерей, вечерей Христа, это был еврейский пасхальный ужин, такой обед, который был совершаем всеми, уверовавшими в Бога Израилева, евреями, неевреями. И мы совершаем тоже пасхальный седр в церквях у нас, ну не во всех, но во многих церквях, в Киеве, допустим, есть обычаи, там собираемся на такие домашние группы, как вот Альфа, допустим, да, вот такое общение курса. Мне очень нравится это, кстати, еще скажу, что это замечательная идея Альфа-курса, это не новое, это кажется, может, многим новым чем-то, но это хорошо забытые старые. Знаменитые Агапы, с которых начиналось христианство. Христианство начиналось не с массовых евангелизаций, а просто с обедов, начиналось с таких общений с домашних. И, кстати, Ральф Нейборн, один из величайших столпов именно вот этого откровения о домашних общениях, о домашних группах, когда-то, еще в 60-х где-то или 70-х, не помню, какие годы он начал об этом говорить, много нареканий в своем время услышал, в своем адресе. Ему говорили, о, Ральф, ты что-то новое такое вводишь, ты о чем-то новом говоришь? Он говорит, нет, господа, это хорошо забытые старые. То, с чего начиналось христианство, то, с чего церковь начиналась. Это не были массовые храмы, там, такие соборные служения. Помните того же самого, допустим, Павла, да? Вот он пришел в Ефес, чудо света, храм великий. Что Павел мог, бедный еврей, простой еврей, что мог сделать в этом городе? Он не мог такой храм построить, альтернативный, и говорить, люди, пожалуйста, ко мне приходите на служение. Он не мог, как бы, даже слабый, небольшой храм построить. Жалкое подобие. Но, знаете ли, он мог дать нечто большее. Он мог показать на Иисуса, он мог дать людям Иисуса. И, знаете ли, это сработало. Были домашние общения, было такое присутствие исцеления, освобождение, что люди, знаете ли, им показалось пресным. Вот все то религиозное служение, большое соборное служение, храмовое благочестие, которое они знали раньше. И настолько все далеко зашло в этом городе, мы знаем, что храм Великой Артемиды Эфесской пришел в упадок, приходил. Потому что не раскупались вся эта религиозная бижутерия и, знаете ли, сувениры все эти, идолы не раскупались. Люди загорелись другой идеей. Вот, знаете ли, реформация начинается с информации. Люди увидели что-то другое совершенно. Наша задача переубедить то же самое. Город Тулу, допустим. Здесь много очень приходится работать над этим, именно переубеждением людей. Вот, слава Богу, когда люди сегодня верят в Бога, но я часто встречаюсь с людьми, общаюсь, допустим, вот там на Пузаково, в Заречи. А там бабушки сидят, допустим, пытаются с ними поговорить о Боге. И порой такое слышу, не часто, но бывает такое даже слышу, что, батюшка, о чем вы говорите? Вот я 85 лет прожила, а Бог мне ни разу в жизни не помог. Знаете ли, ходит без палочки, ходит под венец, кровь с молоком, значит, 85 лет, значит, знаете ли, и в упор не видит то, что Бог благостоил ее вообще. Вот такое ослепление. У нее еще до сих пор комсомол там играет, значит, там все, значит, и бродит, значит, и все это пионерия. Вот, значит, знаете, значит, как бы, я удивился, конечно, значит, поначалу-то очень удивлялся этому всему, а потом просто понял. Просто люди, они так убеждены, нужно переубедить их. Каким образом? Конечно, очень часто толчком к переубеждению является именно чудо какое-то, допустим, да, личное. А большому чуду обычно предшествует какое-то, ну, плохое, какое-то событие, болезням или что-то еще такое страшное. Да многие из нас через это прошли. Вот, я лично тоже перешел. Нет хорошей жизни, так вначале с Богом-то познакомился. Толчком была смерть. Вот, я пережил смерть и возвращение потом, воскресение, исцеление и вот это был момент моего покаяния. Первое обращение к Богу. То есть, я покаялся тоже не, как бы, не просто взял, жил-жил и вдруг раз ни с того ни сего взял и покаялся, допустим. Вот, у меня тоже было испытание в жизни, так серьезно такое. Я болел, это было 30 лет назад, еще больше, когда это все произошло в моей жизни и я умирал, не понарошку, по-настоящему. Это очень страшно. Знаете ли, даже сейчас, спустя 30 лет, это как бы нехорошо вспоминать. Вот, но я переживал смерть тогда, двусторонняя пневмония, воспаление легких и врачи не смогли ничего сделать. Просто-напросто, значит, так получилось и это мое свидетельство. Я очень часто это рассказывал, одно время в церквях разных тоже, и у себя в церкви часто рассказывал. Вот, и я не знал, что Бог есть, даже теоретически, не как мои родители. Мы жили в Орле тогда, вот, значит, и мои родители, они не знали Бога вообще никак, ни под каким видом, ни под каким соусом, а Боги никак. Они не были крещены ни в какой деноминации, ни в какой церкви, ни в православии, ни где-то еще. Вот, и родители, моих родителей, бабушки, дедушки тоже не были крещены нигде ни в какой церкви, абсолютно. То есть, из потомственных безбожников, вот, и, как бы, так получилось, что, ну, дедушка, один из дедушек, вот, был полковником КВД до войны, допустим, да, значит, бабушка была в завтрибуналом, допустим, вот, значит, до войны еще, и во время войны потом. Вот, значит, то есть, как бы, они были безбожники, убежденные, вот, и, ну, как бы, даже прадедушка, насколько я знаю, еще до революции, задолго, значит, был, к сожалению, безбожником. То есть, он, как бы, отрицал Богу. Порядочный человек, образованный, значит, не бедный человек, но, вот, именно, вот, именно безбожный, из старых интеллигентов, значит, и дедушка имел четыре образования высших, последний финансовый образование, был управляющим банком рижским одно время. То есть, как бы, значит, ну, такой, ну, хороший, грамотный человек, но был атеистом по жизни, просто отрицал Бога. Хотя, не пил, не курил, и, там, и верной жене хранил всегда, значит, и этим хвалился всегда, значит, что это. Вот, значит, как бы, и, знаете, значит, что интересно, люди без Бога, без Бога, любой, хоть наркоман на игле, хоть высокоборазованный человек, хоть невежда, хоть трезвенник и спортсмен, значит, все одного поля ягода. Знаете ли, это все страшное состояние, которое кажется, может, ничего себе нормальной жизни, но, реально, это просто тьма. И вот, прочитанные стихи, они очень сильно говорят нам, что Бог хочет вывести свой народ, Бог хочет вывести людей из, как бы, царства тьмы, из царства Египта. Египет, это образ греха, образ проклятия, и поэтому каждый год на Пасху мы вспоминаем, обычно, вот именно, вот это, великий выход, великий исход. Хотя, в Новозаветном понимании, мы знаем еще, я хочу прочесть еще пару строк из Новозавета, чтобы, ну, кажется, она была более полной такой. Из посланий к Коринфянам, апостола Павла, первое послание в Коринф, пятая глава, первое Коринфянам, Коринфянам, пятая глава, написано седьмой и восьмой стих, в контексте, конечно, читать там очень страшный момент такой, значит, и блуда, значит, и проблем многих в церкви, значит, но, вот седьмой и восьмой стих очень интересный. Здесь написано, итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать, не со старую закваску, не закваску порока и лукавства, но с обрестоками чистоты и истины. Аминь. Вот мы видим, что наша Пасха это Иисус Христос. То есть, как вот через Моисей закон, Моисей мог быть спасителем лишь для своего поколения людей, Иисус Христос спасителем является всех поколений уже 2000 лет до нашего времени. И сколько будет впереди, мы не знаем, но сколько бы не было впереди, мы знаем, что и для них лишь Иисус Христос будет Господом, Богом и Спасителем. И великий исход совершается из царства тьмы. Знаете, вот когда я лично обращался к Богу, вот я пережил Бога тогда, вот в момент смерти, кризис моего, да, получается в жизни самого такого страшного. Потому как смерти страшно, тем более умирать сейчас, допустим, если мы не пристанем умирать. Хотя не хочется до сих пор умирать, честно говоря. Хочется, мы, когда с женой об этом беседуем, мы разговариваем, как и многие другие христиане, мы хотим, конечно, не совлечься, но облечься, как написано в Библии, в небесное наше жилище. Чтобы смертным было поглощенной жизнью, как Павел пишет. То есть, не хочется, знаете, процесс там умирания. Хотя понимаешь, что, конечно, блаженный, умирающий Господь, все понятно, это хорошо, но хочется вот так вот взять и опа, сразу на небеса, сразу с Господом быть. Да, значит, это очень хорошо. Но мы не знаем, сколько впереди жизни. Последнее поколение застанет это. Возвращение Иисуса и вот это славное вознесение на небеса. Вот есть фильм потрясающий, в прошлом году вышел об этом, называется «Ярусалим. Обратный отсчет». Потрясающий. По книге Джона Хейги. Джон Хейги – это баптистский пастор из Техаса, который автор многих бестселлеров. В 60-е, 70-е годы много было экранизаций его романов. Он до сих пор пастор в большой мега-церкви, хотя человек уже далеко не молодой, он уже старец. Но он очень активный пастор, рекомендую очень даже послушать. На русском очень мало его, к сожалению, проповедей. Ну, если кто-то хотя бы немного с английским дружит, там, в принципе, очень легко. У него хороший английский, доступный. И, значит, без этого южного. Значит, у него четкий английский. И, так вот, кстати, в этом году, в июле месяце, я очень хочу полететь, не знаю, как получится с финансами, будет в городе Вашингтоне, да, будет большое, огромнейшее собрание «Христиане за Израиль». Собрание предполагается огромнейшее, порядка миллиона человек собрание. Это впервые такое большое, огромное, огромное собрание. Вообще, сейчас, подавшую заявку, сейчас больше 200 тысяч. Но на сайте написано, что они взяли курс на миллион человек собрания. Значит, округ Колумбия не видел такого большого собрания никогда в жизни своей. Даже Мартин Лютер Кинг, значит, даже не знал такого большого собрания. Значит, и скажу, что это огромнейшее собрание, ну, так будет называться, «Христиане в союзе за Израиль». «Христиане за Израиль». И, то есть, как бы, там будут разные динаминации участвовать, разные конфессии. Я хочу, как бы, в такую православную фракцию попасть, если получится. Но, по крайней мере, если даже не получится, мы подключимся к этой молитве там, где, значит, возможно, в Киеве, так в Киеве, так в Киеве, так в Туле, так в Туле. Слава Богу! Да, господа, и вот о чем говорю. Что, когда к Богу мы приходим, у всех пришедших к Богу, у всех покаявшихся, примерно одно переживание. Во-первых, осознание своих грехов приходит. Вдруг понимание, что ты грешник, что в твоей жизни все не так. И, а Бог, Он святой, Он правильный, Он хороший. Вот этот контраст, и чем болезненнее контраст этот человек переживет, тем лучше. Знаете, как вот говорят врачи, да? Вот гинекологи, врачи говорят, допустим, те, кто акушеры, занимаются, принимают роды, допустим, да? Что ребенок должен прокричать, когда, да, вот рождается. И чем болезненнее это, как бы, тем лучше даже. Вот, оказывается, для самого ребенка лучше даже, в первую очередь. Насчет будущего здоровья. И вот для христианина, чтобы он был не таким, знаете, рыбомясом, да? Не рыба, не мясо. А вот, чтобы был конкретным христианином. Очень важно в самом начале правильно все это пережить. Во-первых, свою греховность, осознание своей греховности. Во-вторых, святость Бога. Увидеть этот контраст, очень болезненно пережить это. И слава Богу, чем болезнен, тем лучше здесь, в этот момент. Родов духовных такие, на те рождения такого. И потом мы говорим, Бог, прости, пожалуйста. Приходит осознание, что Иисус Христос умер лично за тебя. До того, может, ты слышал об этом, что Христос умер за грешников. Но ты, может, понимал, что Он умер за всех. Да, Он умер за всех. Но Он умер лично за тебя. Вот это, чем болезнь это, опять-таки, переживется, тем лучше она потом. В нашем христианстве. Мы это понимаем. Принимаем Христа Спасителем. И все, это бремя греха просто сбрасывается с нас. Слава Богу, друзья мои. Я, когда впервые обращался к Богу 30 лет назад, говорю, мне казалось, что я самый плохой мальчик. Что хуже не было никого. Мне казалось так. Хотя чисто по-человечески нормально. Все было, как бы, значит, не замешан, не был там, и не приводился там. И все было хорошо. В школе хвалили, везде хвалили. Но в глазах Бога все было по-другому совершенно. И знаете, Господь Он вытаскивает всех нас из грязи и переводит в князь. Великий исход в этом и заключается. И, кстати, когда еще в книге Талмуде написано, что когда мы участвуем именно в пасхальном этом седере, ужине, то мы должны все принимать его так, как будто мы сами участники великого выхода, великого исхода. Как будто мы сами переживаем это в своей жизни. Я стараюсь тоже так есть, когда седер и участвует в этом пасхальном, допустим, ужине. Я тоже вспоминаю свои грехи. Вспоминаю то, что Бог меня простил. Вспоминаю то, что с каких Бог меня вытащил трясин. От чего он меня защитил вообще. И знаете, вот по тому месту писали, первому, исход, шестая глава, шестого стиха и дальше. Совершается пасхальный весь этот ритуал пасхального седера. Я немного расскажу об этом. Пару слов. Во-первых, что было тогда? Как совершался тогда пасхальный седер, пасхальный ужин? Вечер, тайный вечер. Иисус, да, Иисус с учениками. Иисус понимал, что это последняя его пасха на этой земле. И ученики спросили, где хочешь, чтобы мы приготовили тебе эту пасху? Где? Он говорит, идите в город и вот вам знак будет. Вы увидите мужчину, который несет воду. В те времена, знаете, это все, что летом, допустим, в валенках как будто так вот увидеть на улице, как бы, значит, мужчина несет воду. Ну, как бы в Израиле это было, ну, это было вызовом. Даже если мужчина не имел жены вообще и никого не было у них в семье женского пола, соседка должна была носить. То есть, ну, он должен был бы приплачивать денежку там соседке кому-то еще. Но это было не то, что, во-первых, не мужская работа, а второе, это было предосудительно. То есть, общество его осудило бы, этого мужчину. То есть, с ним бы не здоровались бы и с ним бы не общались после этого его горожане. Мы думаем, города это как Тула, да? Назовет. В Назовете, допустим, во времена Иисуса было 300 человек взрослых жителей. 300 человек. По-нашему, село. Проще говоря, село. Ну, многие города, которые мы представим городами, они в те времена были селами. Большими или маленькими селами. Ну, говоря про Иерусалим, конечно, там, Сеохи, там были большие города, но, по нашим меркам, это даже небольшие города. Это средние города, знаете ли, значит, все в сравнении познается. Так вот, и мужчину, увидеть, несущим воду от колодца, это было, ну, как бы, невозможно. Знаете ли, что? Но ученики поверили. Хорошо, мы увидим этот знак. И они пошли, и точно, мужик несет воду. Они так за ним, ничего себе. Интересно, что это за мужчина такой? Как бы, вообще-то, в израильском обществе были мужчины, которые не сносили воду, но это была особая секта. Как бы особая, ну, как бы, ну, не секта в нашем понимании, значит, страшно такому. Секта татаритарная, или какая-то еще, значит. А секта как направление. Допустим, были фарисеи, да, были саддукеи. Иисус часто их шерстил. Значит, были книжники, да, им тоже доставалось на орехи, в общем-то. Были зелоты. Но Иисус их не судил, но, в принципе, как бы не одобрял. Так по всему видно их действия. Хотя они были патриотами, часто бескорыстными такими были. Иисус их не судил, как вот именно идеологов таких, зелотов. И еще кого Иисус не судил, это были иесеи. Иисус ни в одной из проповедей не осуждал их. По всей вероятности, Иоанн Креститель был тоже из этой секты, именно из-за иесеев. Они жили, как правило, в пустыне, в городах их было очень мало. Потому что их образ жизни очень сильно отличался. И в том числе, касательно мужчин и женщин, в их собраниях могли быть вместе, на равных, не как все на воге, обычно традиционные мужчины и женщины. Во-вторых, мужчины часто выполняли женскую работу, в том числе даже носили воду на себе. По крайней мере, об этом есть исторически, по материалам, рукописным свидетельствам есть, того времени, на Мертвом море общины, мужчины носили воду на себе, с Иордана, туда, к себе, в это место, где они там находились, проживали, допустим. То есть, исторический факт. Поэтому, скорее всего, это был мужчина из секты Иесеев. Тем более, что, когда они пришли, хозяину сказали, что учитель говорит, где нам приготовить Пасху. Все уже приготовлено. Только лишь Иесеи делали все раньше, чем весь остальной Израиль. Они готовили все раньше, на день, на два, на три, на сколько угодно, но раньше. Почему? Потому что они считали, что тогдашний традиционный иудаизм, он ступнический иудаизм, из-за закваски Иродовой, садикейской, из-за того, что они попали под римлян, под грех, одним словом. Под грех. Поэтому они хотели не совсем вместе с Израилем проводить праздничество, в частности, Пасхи, а чуть раньше совершали. И если, допустим, они пришли в обычную семью еврейскую, в то время, сказали бы, вот, пожалуйста, горницу, давайте приготовляйте. А там уже все приготовлено, уже все. Приходите и совершайте. И как совершалось это все? Там было целое животное. Вот если бы мы собрались бы вместе, я не знаю, кто как любит там стейки, шашлыки, вот, значит, но вообще-то за ужин съесть целое животное, да, барашка. Ели за ужин? Нет, целого. Я в Грузии бывал, и мы ели целое животное за ужин. Значит, ну, ужин был очень поздний, но там это не проблема считается, вообще-то. поздний ужин. Значит, и это было в Руставе, там у нас церковь небольшая есть, значит, и съесть много мяса, там это замечается грехом, как бы, или что-то еще. И вот, значит, и целое животное съели, ну, там было много мужчин, правда, и по законам, по правилам, мы читаем это в Гибели все, целого этого, допустим, барашка нам было съесть, ну, как бы, до утра точно, как бы, вообще нам было побыстрее съесть его. Все, что оставалось от него, там, что не доели, все равно было сжечь. Поэтому, если семья маленькая была, ну, мало детей, допустим, да, мало родних, поэтому они объединялись вместе с другими семьями, чтобы, ну, точно уж, ну, как бы, доесть барашка, доесть животное. Это не как сейчас совершается, допустим, в традиционных седрах, такой седра, там чисто так символически, что-то типа Боже, там, как бы, это очень довольно-таки скромный такой перекус, значит, ты встанешь со стороны седра, ну, голодным, таким же, в принципе, там это чисто формально, как дань традиции соблюдается сегодня. Тогда, во времена храма, это было по-другому. Там было целое животное, там было много мяса, там было много овощей, горькие травы, соленая вода приготовлялась, или хлеб маца, опресники. И когда, ну, там за столом было, ну, не за столом, но, как бы, на месте, да, этого седра, было как минимум 13 голодных мужчин, Иисуса, 12 апостолов, о других мы не знаем, хотя вполне вероятно, что хозяин дома, по крайней мере, и не внесший воду, как минимум два мужчины еще у них были так же, но на иконах обычных не изображают, но мы должны понимать, что, будучи в доме, дом, который принимает их, хозяин обязан быть. Это величайшее неуважение считалось, если ты принимаешь, и предоставляешь горнице лучшее помещение для этого седра, и сам игнорируешь. Это яркое неуважение. Поэтому наверняка, он и несший воду, как минимум два еще мужчины было там, вот, а мы не знаем, сколько еще было в доме у них мужчин, значит, могли участвовать в этом, как бы пасхальном, и женщин также, участвовать в этом пасхальном таком действии. Так вот, и Иисус совершил это все. Три листа мацы, вначале, человек брал, вероятно было, это Иисус, возможно, это был хозяин, мы не знаем точно, но кто-то отвечал за всю эту процедуру. И читалось благословение, благословен Бог наш, давший нам хлеб, плод, земли, или хлеб из земли. И потом совершалось такое действие, как бы тайное такое действие. От второй мацы, второго листа, отламывался кусочек, он и сейчас отламывается символически, его заворачивали в салфетку, обычная хозяйка приготовляла самую дорогую салфетку, значит, для этого действия, если были дети за столом, то это все превращалось еще в шоу такое, очень красивое. Если не было детей, то тогда все было гораздо проще. Заворачивали это все и убирали в сторону. Называется афикоман, или тот, кто пришел, или тот, кто придет. То есть, по-разному можно перевести это слово. Или тот, кто находится среди нас, еще можно так перевести очень грубо, но, в принципе, духовно это очень в десятку. Значит, и ложили афикоман в сторону, или же, если есть детки, то прятали его. И потом еще в конце там делалось такое, как сейчас тоже делалось, когда дети, это все очень красиво, конечно дети находят, значит, кто нашел он имеет большое преимущество он может поторговаться и считается, должен, ну, хотя бы уважающий себя ребенок, нужно хотя бы на самокат, хотя бы, или ролики выторговать ну, если семья побогаче, конечно я знал, семьи там, в Нью-Йорке, в одной семье там богата, там они там, ну, сыну сын выторгал себе, значит, новую машину из салона, чтобы свою старую, как бы, сдать и чтобы новую ему купили ну, он же старшеклассник, ему уже можно там, это нормально, значит, и ну, это очень хорошая, хорошая семья и, как бы, и они хорошо торговались начали с велосипеда, чуть ли не это были закончили, значит торги уже машиной даже за модель торговались считается, самый хороший ребенок тот, кто, ну, до последнего сражается, до последнего торгуется и максимально возьмет а, кстати, в этом есть смысл, духовный оказывается, мы знаем это исполнилось в жизни Иисуса потому что Иисус, он был похоронен в гробе богатого он был к разбойникам причтен со злодеями был распят но был погребен не как злодей не в могиле нищих, а в могиле богатого человека был похоронен и мы знаем, что пришел тайный ученик, был Никодим был Иосиф Наримафейский которые выторговали есть предание христианское что они замутили большую взятку очень, за то, чтобы им возможно было тело снять потому что по римским правилам должны были не в богатой могиле хорониться такие люди потому что это официально осужденные люди, как преступники в глазах римской власти и они не могли быть с торжеством погребаемы это было нарушение поэтому должна быть ну, как бы в условиях коррупции римской должна быть хороший дар определенный и по всей верности Никодим с Иосифом заплатили очень хорошие деньги чтобы им было позволено или же они очень сильно как бы так повлияли на я не знаю, как они повлияли на римских этих правителей но он, Иисус избежал позора после смерти уже быть погребенными с убийцами насильниками разбойниками он был погребен у богатого в могиле богатой и мы знаем, что было совершено над ним все по закону то есть хотя он был осужден как преступник был пригвожен как Христу с позором но был погребен у богатого это в исполнении божьих пророчеств так вот почему? потому что среднем отца по мессианским многим толкованиям она является мотцой самого Иисуса отец сын и святой дух три мотцы хотя в традиционной сентябре говорится что это означает наших праотцов Авраама Исаака Иакова и от Исаака отлавливается кусок как бы в знак жертвы Исаака да? что Исаак был принесен или же собирался его Авраам принести большинство раввинов считает что Авраам таки принес сына своего но Бог воскресил его из мертвых но вера Аврааму была настолько удивительна что он был готов принести все сожжения он верил что Бог может даже из пепла поднять его сына и он слугам сказал что мы придем то есть он не говорит что я приду один а там посмотрим что будет дальше мы вдвоем вернемся так вот и потом начинается действие хлеб мясо овощи горькие травы все как кушается и поднимается первый тост знаете как на пюре тост бокал первый поднимается первый бокал по исходу 6-6 что Господь обещает спасти вывести из Египта первый тост это тост за физический выход из рабства первый тост люди пьют это вино читается благословение по-русски читается как благословен Бог наш давший нам плод виноградной лозы или же кровь винограда можно так еще перевести так вот и это все пьется потом опять мясо опять овощи все горькие травы едим и приходит время второго тоста второй тост чаще всего это был хозяин тот кто делал все начинал это вот возможно это был не хозяин а сам учитель да Иисус возможно возможно это был кто-то доверенный кому Иисус доверял допустим все это мы не знаем точно но по крайней мере мы знаем за последний бокал что сам Иисус поднял его так вот и второй бокал вторая чаша это чаша за избавление от образа мышления египетского первую чашу мы пьем за то что вспоминая что мы вышли из Египта а вторую чашу что Египет вышел из нас что мы освободились от образа мышления египетского что мы не рабы уже что мы освобождены от образа мышления египетского материалистического оккультного демонического и мы вышли из царства тьмы и царство тьмы вышло из нас Чарльз Пержин об этом очень красиво говорил в принципе это перекликается с многими еврейскими христианскими толкованиями что 40 дней надо было Всевышнему чтобы привести из пункта А в пункт Б дать свободу физическую народу своему но 40 лет понадобилось чтобы Египет вышел из нас уже и мы знаем что это очень трудный процесс был так вот из-за ропота очень много полегло братьев наших очень много целое поколение фактически оказалось в пустыне костями полегло хотя Бог совершал чудеса и люди были исцелены и люди кушали хлеб ангелов и даже мясо перепадало иногда люди пили даже из камня воду много было чудес но несмотря на это ожесточение вот это вот старый человек вот его раз пять было очень большой проблемой очень сложно было проще было выйти из Египта сложнее было освободиться от образа мышления египетского сложнее было убить в себе этого египтянина убить в себе и закопать его на самом деле не оставить в себе вот этого старого и это было очень сложно и мы не судьи тем людям мы должны научиться сами в своем со страхом Божьим совершать свое спасение Бог нам дает спасение слава Богу за все слава Богу за его исход но порой счастливы те блаженные те кто кается в момент смерти которым не надо потом совершать путь освещения определенный они сразу разбонят на кресте последние его часы минуты жизни он говорит Господи вспомни меня в царстве своем Иисус говорит ныне же будешь со мной в раю но очень сложно порой нам тем кто после покаяния еще идет определенным путем но с другой стороны это очень блаженный путь очень блаженный путь Господь обещает великую награду побеждающий наследует все написано не просто часть чего-то а все друзья и дорасскажу эту историю потом опять мясо опять овощи мы едим их травы горькие все это есть на столе не так как на обычных иконах или в фильмах показывают в фильмах обычно врут очень часто и на иконах тоже не всю правду рассказывают там стол был совсем другой но и столов таких как бы и не было в нашем понимании стол люди возлежали на перу так вот и кушали потом приходило время третьего тоста третий тост поднимался тоже с молитвой третий тост означал чудеса и знамения Бога которые совершались во времена великого исхода во время исхода Бог совершает чудо когда мы говорим Богу да когда то что греки называют элеотропиум соответствие воли Бога и воли человека когда мы соглашаемся с планом Божьего спасения тогда чудеса Божьи совершаются в нашей жизни в нашей судьбе и тогда в жизни Израиля было много чудес это и казни египетские это и море которое разошлось и прошли отцы наши по суше как бы по дну моря в правооставе есть такой псалом об этом очень красивый яков посуху пешешешествовав израиль по песне по песне стопами гонителя фараона видя потопляемо Богу победную песню по им вопияше и дальше и дальше там очень красиво мне очень нравится я очень очень любил эти псалмы и на самом деле здесь идея такая что мы увидели фараона потопляемого а сами прошли как по суше по морю прошли да но потом и в самом пустыне мы были не брошенными Бог дал хлеб ангелов он много чудес совершал слава Богу за все друзья мои и это все третья чаша потом опять мясо овощи доедаем уже почти все и ближе к концу поднимается четвертая чаша четвертый бокал тост это тост уже не совсем пасхальный он как бы уже продолжение пасхи это тост Богу усыновления когда там у горы Бог дал заповеди это уже некая забегая вперед пятидесятница да шевол когда Бог выведя из царства тьмы не просто выбил нас в пустыне и сказал все а теперь живите где хотите теперь гуляйте где хотите живите как хотите без царя в голове фараон теперь позади теперь сами обустраивайте свое будущее нет мы бы опять стали рабами потому как Иисус сказал очень четко что кого сын не освободит если сын не освободит то все вы рабы кого сын освободит он будет по-настоящему свободным человеком так вот то есть кого Бог освободит тот будет свободным и быв тогда в древности рабами фараона потом стали через определенное время рабами Бога вот это Бога усыновления царственное священство народ святой взятый в удел Бога вот это мечта Божья она осуществилась и вот это четвертый тост потом мы видим на столе пятую чашу пятый бокал он наливается вином но он не поднимается в традиционном иудаизме до сих пор он не поднимается в традиционных синагогах он до сих пор не поднимается мессианские его поднимают очень смело мы поднимаем его по крайней мере в Киеве дело в том что когда уже все было съедено выпито в конце вечери после вечери написано что-то совершилось я хочу прочесть это из Нового Завета хочу завершить этими словами как раз из послания Коринфина апостола Павла это же самое послание первое послание в Коринф 11 глава стихи которые очень часто читаются при преломлении причастии написано здесь следующее 11 глава с 23 стиха читаю написано ибо я от самого Господа принял то что и вам передал но мы понимаем что Павел он не был там на вечере Павел он уверовал Боже он пережил что-то но знаете что интересно Иуда присутствовал там он с него как с густя вода он не понял ничего сатана вошел в него интересно да люди порой рядом с Иисусом теснили его и ничего не получалось у них а одна женщина прикоснула с верой и Иисус о силы вышли от меня кто прикоснулся с верой сейчас представьте себе да и Павел хотя он не был там на вечере но он от самого Господа принял что-то глазами веры он увидел то что не увидели другие апостолы даже интересно да помните что Павел писал о тайной комнате Иисуса Христа да что он в одни плоти своей то есть физической телесной жизни своей со слезами с воплем молитвы принес это видел Павел духовно и мы можем это увидеть с вами тоже глазами веры сегодня сейчас что Господь Иисус в ту ночь в которую предан был взял хлеб и возблагодарив приломил и сказал примите и едите сие из тела мое за вас сломимое сие творите мое воспоминание так же и чашу обращаю ваше внимание после вечери то есть после всего и сказал вот это пятая чаша я хочу сделать паузу небольшую пятая чаша последняя почему она не пьется в традиционной синагоге до сих пор во времена храма когда это все еще писалось когда храм еще функционировал там в Иерусалиме когда священники приносили эти жертвы кровавые когда все это совершалось по прежнему вот во времена когда писалось это послание храм еще существовал римы еще его не разрушили тогда тогда все это еще существовало хотя Бог уже не принимал жертвы в храме даже в Талмуде говорится что последних 40 лет перед тем как храм был разрушен жертвы в частности наем кипур всевышним Богом не принималось вообще это в Талмуде написано косвенное подтверждение правдивости Евангелия и личности Иешуа как Машиаха Иисуса как Христа и то есть в храме приносили жертвы но Бог их не воспринимал Иисус сказал все оставляйте но ваш пуст а потом на кресле сказал воскликнул совершилось и завеса сверху до низу разорвалась не маленькая занавесочка не жаблизи какие-то знаете ли упали нет это была большая мощная завеса друзья и пятая чаша в те времена во времена храма называлась чашей Мессии чашей Христа потом уже в период Талмудического иудаизма эту чашу стали называть чашей Илии который придет однажды и царство Мессии провозносит в те времена верили по другому в те времена верили что сам Мессия однажды чашу поднимет и свое царство провозносит и вот написано и сказал примите едите сия извиняюсь сия ча и сказал 25 стих сия чаше есть новый завет в моей крови сия творите когда только будете пить им в мое воспоминание и во всякий раз когда вы едите хлеб сий и пьете чашу сию смерть господню возвращаете доколе он придет аминь друзья и хлеб последний из того что оставалось после всего съеденного это было фикоман по всей вероятности детей там не было за столом потому что не было возможности у Мессии у Христа поднять этот хлеб но Иисус поднял этот хлеб и после вечера он сделал еще кое что он взял чашу ту которую никто не поднимал никогда и он поднял ее то есть самим этим поднятием чаше благословением он факт констатировал что он Мессия он есть он Христос Спаситель мира и это царство его в крови его святой началось представляете какая революция совершалась в мозгах апостолов всех тех кто был там на этом последнем пасхальном обеде Ветхого Завета и уже первым уже Нового Завета представляете какое чудо совершалось тогда слава Иисусу Христу друзьям слава нашему Господу и все так и исполнилось храма давно уже нет его римляне разрушили римские оккупанты в 70-м году нашей эры его просто стерли с лица земли храм был разрушен но Павел еще в те времена когда храм писал храм еще существовал последние годы еще существовал в послании в Коринфянам 3.16 есть Иоанн 3.16 да а есть 1 Коринфянам 3.16 он сказал разве не знаете что выговорит храм Божий и Дух Божий живет в вас храм Божий святой сейчас здесь тогда был храм земной теперь храм небесный тогда был храм как на Руси говорили в 15 веке Нил Сорский Васян Патрикеев нестяжатели были такие храм не из бревен а храм из ребер живой человек храм Божий обшит кожей вот сам человек должен стать храм Бога живого не из камней не из бревен а из вот живой человек живая душа живая судьба и написано в Библии так именно написано что мы верующие как живые камни в этой стройке тысячелетий где основание сам Иисус Христос в том же первом Коринфе написано 3.11 никто не может положить другого основания кроме положенного который Иисус Христос и Библия говорит что сам купол этого храма большого само завершение глава финал в этой церкви всей является сам Иисус Христос да по большому счету и все здание весь храм является сам Иисус Христос тело мессии тело Христа а мы как живые клеточки в этом великом вселенском организме но в каждой клеточке Иисус Христос его ДНК вписывается в ДНК дьявола стирается все у нас великое чудо совершается Бог оживляет нас Бог спасает нас и дай Бог всем нам друзья братья и сестры дойти до конца хорошо стартовать в христианстве хорошо стартовать с мессии хорошо принять его спасение по благодати бесплатно с нашей стороны с его стороны была заплачена величайшая цена он дал свою жизнь с нашей стороны мы ничего не платим вначале потом мы платим по счетам очень страшно конечно цена но сравним с его ценой это ничто но Бог предлагает нам идти его путем он говорит что тесны врата и он не говорит что потом будет широкий путь он говорит будет узкий тернистый путь будет да непростой но он обещает быть с нами до скончания века он обещает этот путь вместе с нами завершить совершить его слава Богу друзья и пусть на финишной прямой и черте финишной наши души пересекут и как победители пусть каждый из нас придет как победитель в царстве его знаете помолимся о том чтобы Господь он благоставил нас и пусть в этом городе огромном городе знаете чтобы хочется помолиться за то чтобы как можно больше людей и стартовало во Христе Иисусе хорошо и финишировало хорошо здесь и православные и баптисты и писятники и пресвятыряне и субботники адрекисты очень много разных здесь верующих в этом городе с разной теологией но самое главное чтобы мы были объединены в любовной любви к нашему Господу Иисусу Христу потому что написано кто не любит Господа Иисуса Христа этому анафему тот находится под проклятием какая бы хорошая теология не была бы в его голове он находится под проклятием еще во тьме но Господь Иисус выводит из мученных нас свободно слава Иисусу давайте помолимся друзья Отец сущий до небеса Бог наш Бог Авраама Исаака Иакова сущий от века Боже наш во имя Иисуса Христа я благодарю тебя Господь за то что собрал нас Господь здесь как птица птенцов как отец своих детей сыновей и дочерей под своим святым покровом Боже наш благодать Твоя это будет с нами Господь благостови нас Господь как верующих дойти до конца не сдаваться Божий всемогущий какие бы ни были испытания нашей жизни нашей судьбе даже если падение то пусть будет восстание Господь всемогущий потому что мы не свиньи которые даже будучи вымытыми идут валяться в грязи потому что вымытыми быть им нехорошо потому что это не их стихия это не их сущность внутри у них грязь потому они ищут грязь это им нормально им хорошо там они хрюкают но мы Господь уже не такие Боже мы новое творение и даже если их дети заморались и упали в грязь это ненормально потому что внутри нас чистота Твоя и мы не комфортно себя чувствуем в грехе Бог потому что Ты создал нас для новой жизни Бог всемогущий и пусть цена нами будет отдачена определенная Господь несравненная с Твоей ценой Господь за нашу свободу Боже пусть Господь со страстями и похотями плод нашей будет распятой Господь во имя Иисуса Христа Боже и пусть не только старт будет нашего христианства хорош но и финиш Господь во имя Иисуса Христа благооставИ нас Господь Боже благоостави тех христиан в этом городе что стартовали, что каялись, возрождались уже от Тебя, Боже, но потом осуетились, омрачилось несмышленное сердце, Господь, отпали, кто в грех, кто просто в умствовании своих омрачился сердцем, Бог Святой, помоги, пожалуйста, помоги, Господь, во имя Иисуса Христа, выйти из грязи, Боже, выйти из этих умствований, Боже, из этого омрачения, Боже, смогущий, и нести Слово Твое, Господь, исполнять Твою волю, Твое предназначение, во имя Иисуса Христа, благостовенность, Господь, во имя Иисуса, Боже, и пусть в этом городе, Господь, как можно больше людей познают Тебя, Твою святую любовь, потому что кто не любит Господа, Иисуса Христа, тому анафема, Бог, смогущий, пусть путь истинной жизни, ведущей к Тебе, к Твому престолу, Господь, откроется для миллионов людей, Господь, на нашей земле, во имя Иисуса Христа, благостовенность, Господь, без Тебя мы ничего не сможем сделать, но с Тобой мы сможем сделать все, благодать Твоя да пребудет с нами. Аминь.